Микс Ньюз Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас Сегодня у нас в гостях сопрано, лирико-драматическая Солистка Латвийского оперного театра Юлия Васильева Которая недавно дебютировала в большой партии При этом она уже более 8 лет работает в оперном театре И вот недавно в декабре была Ой, в январе была премьера Оперы Травиата Джузеппе Верти Здравствуйте, Юлия Здравствуйте, добрый день Юля всегда так смеется, когда я говорю Лирико-драматическое сопрано И когда я там готовлю анонсы Всегда спрашиваю Юля, какой у вас тембр? Юля говорит Ну ладно, ну можно написать лирико-драматическое А в чем, кажется, расскажите нашим слушателям Почему? Вот есть ведь такие направления Лирико-колоратурное сопрано Обычно, наверное, это как раз там Партия Снегурочки римского-корского А лирико-драматическое Это немножко как будто более полный голос Для большинства партий Да, так есть Но это еще и отчасти связано с Непосредственно с драматургией оперы То есть есть лирические героини А есть все-таки там, где есть драма Страсти, любовь, смерть Ну вот что-то такое Наверное, отчасти вот это тоже Но если говорить о тембровой окраске И наполненности голоса То, наверное, я такая лирическая сопрано Постепенно переходящая в центральное спинто Очень я мечтаю петь Центральные роли А пока что голос позволяет Имеет до сих пор такую эластичность И я имею колоратурную технику И достаточно такие Ну, имея верха, скажем так Вот, и поэтому эти партии Подходят сейчас для голоса И звучат именно так, как, наверное, они Должны были бы звучать, задуманные автором То есть мне бы еще хотелось спеть Лючею, будучи вот в этом Амплуа Люче Диламер Мур Да, да, да Я имею в виду Очень хочется спеть Чочу Сан Мадам Бутерпля Я думаю, что это что-то из ближайшего Репертуара, к чему хотелось бы стремиться Ну, вот, а так, вот, Верди Вердиевская сопрано Это то, что, наверное, сейчас Вердиевская сопрано Моя специфика, да А в русских операх Каким партиям соответствует Такое вот именно Вердиевская сопрано? Ну, сейчас я бы пела, наверное, Марфу В Царской невесте В Царской невесте Римского-Корского Ну, вообще, говорят, партия В оперном театре Это практически как прожить целую жизнь И это так же, как актёры Которые выкладываются в спектаклях А у оперных певцов Это вдвойне сложнее Потому что они должны И играть на сцене И ещё и прекрасно петь И при этом смотреть будут И на то, как Слушать, как поют Все ли ноты Все ли верхние ноты были взяты Лёжа на диване Или лёжа даже на сцене Потому что, действительно, режиссёры Стремятся сделать динамичные постановки Это не просто концертные оперы В концертном исполнении Но, действительно, это яркие постановки Когда приходится бежать через всю сцену А потом ещё и петь, не задохнувшись У меня это всегда удивляет Потому что это же должна быть И серьёзная физическая нагрузка И подготовка Подготовка, именно так И танцевать, и петь Но вот этот вопрос Действительно уверен, что это фактически Как прожить жизнь Оперная партия Да Да, если Глубоко вдумываться В то, что ты делаешь В текст, который написан Переживать эту музыку через себя Ну, то есть Быть честным на сцене Это действительно так И это требует определённой Эмоциональной тоже настройки Перед тем, как идёшь на сцену Для меня это Минут 20-30 перед спектаклем Настраивать Да, я психологически Настраиваю себя на эту роль На эту или на какую-то другую То есть Вызывая определённый Макияж уже всё готов Грим Или это 20-30 минут В которые ещё вмешиваются Костюмер Вмешивается Нет, нет, нет Это должны быть 20 минут одиночества Для того, чтобы ещё раз Продумать всю линию Эмоционального развития Потому что, по сути дела Перед тем, как идти на сцену Мы выстраиваем этот вектор Развития Мы не можем выложить Весь спектр Например, героини Тоже самое Виолетты В первом акте Потому что Она ещё не прожила Всю эту историю Мы её знаем наперёд Я её знаю Публика, которая приходит Знает её Но я не могу её прожить В первом акте Я должна её проживать В течение того, как Происходит опера В течение того, как развивается Рассказывать историю Да, да, да Поэтому Это определённые такие Техники Самонастройки Само Такого Психологического А помогает вжиться в роль Вот Помощь гримеров Стилистов Ведь у вас За один спектакль Происходит несколько сменов Платьев То есть это всё Помогает Изменить Состояние И как бы Настроение Да, конечно Потому что Ну Если говорить О травиате То, конечно Там Такие костюмы Начало Прошлого века В которых мы Сейчас не ходим То есть это кринолин Это большие платья Огромные Юбки И Когда одеваешь Это на себя Ты, конечно Немножко И перемещаешься Во времени Как будто бы Но вот Конкретно в этой роли Которая была Ещё есть дополнительная Ассоциация То есть Для Виолетты Это платье В котором она появляется В первом действии Которое она хочет Одеть обратно В третьем действии Это её жизнь Та красивая жизнь Которой она всегда жила И которой она хочет вернуться Но не может Но не может Да Эту платья лежит в сундуке И она его вот Вот над ним поёт Свою вот эту финальную арию От Дио Дель Пассата Прощай красивое прошлое Называется Да А как вообще происходит подготовка? Часто ли Есть консенсус с дирижёром Не с дирижёром А с режиссёром? Потому что Вот костюмы подбирают Например я смотрела И думала Вот некоторым героиням Травиаты не так повезло С концертными костюмами Как вам Потому что Действительно Костюмы были настолько Вам к лицу И все платья Подчёркивали достоинство фигуры А Образа А вот на других героинях Я смотрю и думаю Вот Или сценограф Или режиссёр Не так полюбил эту героиню И не так полюбил эту певицу Потому что Костюмы Не то что не подчёркивали А даже Немножко уродовали Вот У вас есть Так в оперном театре Или это Всё-таки Как бы Уже кажется Просто обычным Слушателем Зрителем Каким была я Ну Говоря вот Именно об этой постановке То Художник по костюмам Это наш Штатный художник Кристина Пастернак Она конечно Гений Платье Я бы сказала То есть она Настолько видит Пропорции Она настолько Чувствует человека Вот Движения Какие-то Мимику Ведь это тоже Очень важно Как человек будет Двигаться Например В этом платье И здесь Поскольку постановка Довольно старая Она сделана Андреем Жагарсом Лет Наверное 15 назад И в ней Уже спели Все звезды Которые Наверное Можно только представить Марина Ребека И Асми В этой роли В этой роли В этих костюмах В этой сценографии То есть она Нашей культурной среды К сожалению Несмотря на заставку О том Что Бывает ли такое Что один день Без классической музыки К сожалению В Риге Это бывает На Рождество Когда у нас Каждый день По нескольку мероприятий А вот Как только Заканчивается Рождественская неделя С середины января Уже Афиша пустеет Пустеет Беднеет Беднеет И Всегда Я задаюсь Таким вопросом Это происходит От того Что Маленький спрос Что Слушатели Устают Ходить на концерты Классической музыки Или же От того Что Продюсеры Академической музыки Тоже уходят в отпуск И отдыхают В общем Вопрос интересный 6 февраля В Большой Гильдии Выступает Латвийский Национальный Симфонический Оркестр А с ними Прекрасная Скрипачка Винета Сарейка И исполнит Произведение Феликса Мендельсона Бартольди И Нашего Современника Латвийского Композитора Уже Ставшего Классиком Петриса Васкса Программа Очень интересная Это в Большой Гильдии 8 февраля 7 февраля У нас пропускается А вот 8 февраля Сразу Несколько Концертов В камерном Зале ВЭФ Будет выступать Хор Ясминас И концерт Очень интересный Называется Аритмия Метронома Метроном Это Такой Механизм Который Помогает Музыкантам Играть Научиться Играть ритмично Если они Сами Лишены Этого Внутреннего Ритма Я сама Когда обучалась На музыкальной школе На фортепиано То у меня всегда были проблемы С метроритмом У нас есть и метр И ритм И метр Это обозначение Количества долей В такте Например Две четверти Три четверти Четыре четверти А ритм Это уже витиеватый Ритмический рисунок В каждом такте И вот у меня были проблемы Вплоть до Консерватории И мне всегда говорили Ну вот просто Не умеешь играть ритмично И в этом всегда помогал Метроном Тик-так 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 В одну сторону В другую Но кстати Обучение метроритму Помогает танцы Помогает Когда вот есть И барочная музыка Когда я стала заниматься Своим преподавателем Алексеем Олеговичем Шевченко В Московской консерватории То он как раз Показал такие Интересные Моменты В барочной музыке Которые структурировали Полностью Мой мозг И помогает играть Уже исполнять Ритмичную музыку Даже И Не только в эпохе барокко Но и романтизма И современной музыки Ну в современной музыке Наверное метроном Уже не так нужен Как вы считаете Юлия Там наверное уже Часто Настолько сложный Ритмический рисунок Что вот именно Вот эта вот Пульсация Она стала теряться Уже И стать Быть такой актуальной Наверное уже Начиная с Пучини Пожалуй да Когда в музыке Стало появляться Все больше и больше Рубата Но на самом-то деле Оно все равно Все уложено В ритм В ритм В ритм Конечно То есть Нужно быть еще более Ритмичным Для того чтобы петь Максимально свободно Да И если говорить О современной музыке Вот например Нашего столетия То Это особо важно Потому что Если в каждом Такте меняется Размер Размер Да Латышское слово Такт смерз У меня так Крутится на языке То это совсем уж сложно В прошлом году Мы с оркестром С духовым оркестром Рига Исполняли Сложнейший реквием Латвийского Латвийского композитора Илона Бреди И ну честно говоря Без метронома Там не обойтись Ну в общем Вот такой интересный концерт Который называется О ритме и метронома Будет в камерном зале ВЭФ Восьмого Вевраля И там выступает хор И кстати музыка И от барокко До современной музыки Приходите узнать Что это такое О ритме и метронома А вернемся К нашей Культурной среде Через небольшую Рекламную паузу Продолжаем Нашу культурную среду И нас в гостях Прекрасная сопрано Солистка Латвийского оперного театра Юлия Васильева Мы разговаривали О ее премьер-дебюте В травиате Джузеппе Верди Который состоялся 18-го кажется Января 15-го 15-го И 26-го февраля Будет повтор Этой постановки И Юлия за кадром Сейчас рассказывала О том, что Это была очень стрессовая Постановка Поскольку Тенор Заболел Да Так уж было Задумано Что мы должны Дебютировать вместе С Рамедом Браманисом Это ведущий Тенор нашего театра С которым у нас уже Большой совместный Сценический опыт И Ну Было такое ощущение Что вот я иду на сцену С партнером Которого я хорошо знаю Который если что Немножко Поддержит Поможет Ну Есть у артистов Такое Ощущение На сцене Что нужна Какая-то Какое-то партнерское плечо Но так получилось Что в начале года Раймонд заболел И Где-то 6-7 января Стало известно о том Что он к сожалению Не сможет петь со мной В этом спектакле И конечно Для меня это был Ну Невероятный стресс Я напугалась И Такое было ощущение Будто земля уходит из-под ног Но Это с одной стороны А с другой стороны Я поняла Что Придется Вплывать Самой И Глядя на эту ситуацию С другой стороны Мне стало понятно Что вообще-то Это И неплохо Потому что Я отвечаю Сама за себя И делаю Свое Ни на кого Не полагаясь И С таким ощущением Я шла на сцену Это дало мне Очень много сил Здесь Потому что Тенор Рафаль Бартминский Который приехал Из Польши Мы с ним Репетировали буквально Два раза Два дня Он должен был Вжиться в роль Выучить сценографию Дело в том Что Рафаль Он был В Риге И пел В этой постановке Лет 5 назад То есть Он помнил В общих чертах Что ему нужно делать Куда ему нужно идти Но Саму партию Альфреда Он не пел Тоже 5 лет То есть Это был Вот такой вот У него тоже был дебют Можно сказать Можно так сказать И чувствовался Такой Стресс И нерв На сцене Когда мы Оба начинали Путать слова В дуэте Но Это придавало Наверное Определенный шарм Нашему отношению Потому что Глядя друг на друга Уплывать Из музыки Верди Это было Конечно Забавно Но Слушатели Не заметили Потому что Опер на итальянском языке А субтитры Которые шли Сверху На латышском На английском Они не выдавали Главных героев Я скажу Что тут Еще Сыграл Конечно Роль Дирижер Который Нас держал В железных рукавицах И открою Маленький секрет Что местами Там где мы Совсем Были Пару мест Очень опасных Он нам Суфлировал Помогал То есть Он нам Напивал Душные слова Дело в том Что В этом спектакле Нет суфлера На сцене Это тоже Такой момент Что первый раз Ты идешь С огромной партией Объем Невероятный Ну ты не знаешь В каком месте Может этот текст Пропасть Суфлера Нет В данном случае А почему не было Суфлера Потому что Сценография такая Что нет места Для этой будочки Там специальное Покрытие пола В данном случае Маэстро Патрик Ланге Главный дирижер Театра Висбадене Который был приглашен На этот спектакль Сыграл Роль суфлера Дополнительно К тому Что еще и Конечно же Роль дирижера Взяв наш оркестр В свои железные руки Это было здорово Это было необычно Добавил дополнительный нерв Да Постановка была Прекрасная Успешная И 26 февраля Приходите Послушать вновь Юлию Васильевну Ну кстати Юлия помимо того Что Прекрасная оперная певица Она дает концерты И в камерных залах И В больших На больших сценах И у нас сложился Замечательный дуэт Уже К моему счастью И К моему тоже Концерт наш Состоится также 14 февраля В день святых Святого Валентина Ко дню всех влюбленных И мы кстати Подготовили такую программу Для Всех влюбленных Да В ангеликанской церкви К нам еще присоединится Российский Саксофонист Который сейчас живет В Амстердаме Виталий Ватуля И у нас такой будет Концерт Где будет много Американской музыки Конечно это будет Джордж Кершвин Эндрю Ллойд Вебер И Еще будут Разные песни И Я сама Попросила Составить такую программу Потому что Хотела сделать Какую-то очень Ненавязчивую Легкую программу Но кстати Для Юли Это не новое Она начинала Свою карьеру Вовсе не как Оперная певица А фактически Как эстрадная Да И даже сейчас Она с успехом Совмещает Для меня это всегда Шок Когда она После того Как она Споет Тут Касту Диву Беллини И Мы как раз Это пели В Англиканской церкви Где у нас И будет проходить 14 февраля Концерт И после Касты Дивы Она вдруг Начинает петь Такой легкий джазок Для меня Всегда Как человека Академического Это чуждо Я говорю Юля Но Вы так на сцене Петь не будете Нет Нет Эндрю Ллойд Вебер Потому что Конечно Можно петь И в эстрадной Манере Как многие поэты А многие поют И в оперной И вот наш концерт Как раз будет Представлять Такой Оперный микс Вместе с Саксофонистом Виталием Ватули Ну вот я хотела Сказать что Один из хитов Я наверное Такая Можно сказать Даже визитная Карточка Юли Это Саммертайм Джорджа Гершвина Она благодаря ему Выиграла один Один из престижных Конкурсов Именно исполнив Это Расскажите Нашим слушателям Что за конкурс И почему именно Саммертайм А вот Именно потому что Многие годы Я эту композицию Исполняла Со своим джазовым Ансамблем У меня есть такая Группа Ребят С которыми мы Периодически Играем Где-то Я пела Эту композицию По джазовому И готовясь К выступлению В конкурсе Бельведер Мы с Моим Замечательным Педагогом Маргаритой Александровной Груздевой Выбирали Репертуар Подбирали И нужно Было Включить В основной Репертуар Композицию 20 века Ну Современной музыкой Достаточно Сложной То есть Выбор Всегда Такой Непонятный И Да Я предложила Колыбельную Клару Ведь Порги и Бес Это опера Гершвина И Изначально Эта Мелодия Написана Как оперная Колыбельная С потрясающе Красивой Аранжировкой В оркестре Но В это Исполнение Я включила Свои Джазовые Импровизации Спев их Естественно На октаву Выше С Какими-то Там Верхами И фьюритурами Чем В общем-то И потрясла Жюри Потому что Ну Да Технично Исполнить Арию Деницетти Да Это В рамках Конкурсной Программы А здесь Приведите Еще и Творческий Момент Да То есть Здесь Я немножечко Как Соавтор Что ли Ну то есть Я свои Какие-то Импровизационные Моменты Включила Вот в это Исполнение Чем Удивила И видимо Выделилась На фоне Других Конкурсантов Это было Очень удачное Исполнение Потом я была В Москве Уже на финале Конкурса И Собственно До сих пор Всегда В концерты Стараюсь включить Что-нибудь Подобное Потому что Публику Тоже Это всегда Ну как-то Освежает Оживляет Удивляет Да Момент Такой Неакадемичности В академичном Концерте Это всегда Для меня Это Это моя фишка Ну кстати У нас это Ария Саммертайм Будет звучать На трио То есть Мы будем Исполнять Сопраны Саксофон И орган И солей Как раз Будет Юлия Васильева Виталий Ватули Российский Саксофонист Будет играть И С ним Также у нас Будет произведение Того же Гершвина Еще и Композиторов Как бы тоже В стиле Джаз Роберто Малинелли И Есть такой Композитор Тюральде Который написал Греческую Сюиту А вообще С этим Саксофонистом У нас будет концерт 15 февраля В старой Гертруде Где он уже Исполнил Целиком Сольный концерт Виталия Ватули На саксофоне И вот Саксофон Там проявит себя Совершенно неожиданно Точке зрения Потому что Он будет И Сопрано Саксофон Это который Похож И чуть-чуть Ногобой И чуть-чуть На кларнет И как раз Исполнит Классический Репертуар А именно Концерт Ре-минор Марчелло Для Кобоя С оркестром И вот он Исполнит На сопрано Саксофоне И так же Прозвучит Феноменальный Вокалист Рахманинова Да Это будет То Насколько я знаю Вот это точно не помню На альтсаксофоне Или на Сопрано Саксофоне Насколько я знаю Что Виталий Привезет три инструмента Сопрано Саксофон Альтсаксофон И тенор Саксофон Саксофонисты Уникальные люди Которые владеют Вот так вот Сразу Несколькими инструментами Это разные Тесситуры Разные ключи И совершенно Разная музыка И конечно же Будет так называемый Джаз Но орган Конечно будет Акомпанировать Все меня больше знают Как академическую Исполнительницу Любительницу Баха И в этом месяце Кстати Баха не будет У меня Цикл Все сочинения Иоганна Себастьяна Баха Потому что я Обучаюсь новому жанру Джаз на органе В России Это очень популярно И когда я Например провожу Свой фестиваль Органы Вечера в Кусково Одна из любимых Программ Публикой Это Не только джаз И там когда Саксофон и орган Или Чаще всего Да Саксофон и орган И там играют Как раз музыку И например Иоганна Себастьяна Баха И того же И Тюральда И Пьетцола И Герчвина Пьетцола Кстати тоже будет Будет история танго Будет Либертанго Будет Обливион Потрясающая программа Вот 14 и 15 февраля Ну а кстати Я еще хотела Знаете сказать Дорогие слушатели Что Джордж Герчвин Которого мы считаем Американским композитором На самом деле Это выход Это сын иммигрантов Из Одессы Имя у него был Яков Гершовец Еврейский мальчик И родители приехали У него У отца был Небольшой ресторанчик И конечно же Как все еврейские дети Обучался на музыке Хотя он был Таким сорванцом Таким проказником Что родители Не считали Возможным обучение Его Каким-либо Видом искусства Хотя старший брат Как мы уже говорим Сейчас Джорджа Гершвина Сначала он был Джейкоб Гершвин Потом стал Джордж Гершвин Что более типично На американский манер Старший брат Стал заниматься На фортепиано И родители купили пианино И Джордж стал тоже Импровизировать Писать музыку И вы представляете Это единственный композитор Который в 1932 году Получил Пулитцеровскую премию Вообще в области музыки Это был первый композитор Который получил Такое звание И в принципе Он был обласкан Временем И его музыку Сразу стали Исполнять в бродвейских мюзиклах Его оперы ставили Он получал Огромное количество наград Но прожил очень-очень недолго Всего 38 лет В 37 лет У него обнаружили Опухоль головного мозга Сделали неудачную операцию И на следующий день Он уже скончался Трагичная судьба И при этом Потрясающий композитор И когда я читала Его биографию Я удивилась Насколько о нём Высказывались Ценно Композиторы Которые Казалось бы Например Дмитрий Шостакович Полный академист Полный Ну то есть конечно же Джаз у него тоже есть В его знаменитом Первом фортепианном концерте Но всё равно Конечно же Это композитор Академической музыки Хотя у него тоже есть Очень интересные Еврейские песни Может быть из-за этого Он был так снисходителем К Джорджу Гершину Потому что вот такая есть У него цитата О чём рассказывает Его музыка О простых людях Об их радостях И горестях Об их любви Об их жизни Вот почему его музыка По-настоящему Национальна Это сказал Дмитрий Шостакович А вот например Арнольд Шонберг Это вообще композитор Дедекофонист Которые не признавали Ни одного вообще Другого композитора Кроме самого себя Вот существую я Я пишу в дедекофонной технике Это такая очень сложная техника Которая кстати Сложно исполняется Тем более сложно поётся Признаюсь честно Я никогда не пробовала Это всегда Обычно Органистами становятся Бывшие пианисты Нудавшиеся пианисты Или очень жаждующие Творчества теоретики И исполнителями современной музыки Певцами Тоже становятся теоретиками Потому что Исполнить все эти Сложнейшие скачки Которые Это нереально Так вот Арнольд Шонберг Меня очень удивил Своей цитатой Про Джорджа Гершвина Потому что Ну как я уже сказала Дедекофонисты Любят только себя Исключительно Ну так вот Послушайте Джордж Гершвин Был одним из редких музыкантов Для которых музыка Не сводилась к вопросу О больших или меньших О больших или меньших способностях Музыка была для него Воздухом Которым он дышал Пищей Которая его насыщала Напитком Который освежал Музыка была тем Что он чувствовал Чувством Которое его наполняло Первозданность Такого рода Дана только великим И без сомнения Он был великим композитором То что он совершил Это вклад Не только в американскую музыку Но и в музыку Всего мира Такое можно услышать Я даже не знаю То есть это однозначно был Знаете В наше время Когда читаешь Какие-нибудь хвалённые рецензии Думаешь Наверняка Какой-нибудь заказ Но Арнольд Шонберг Он был настолько Принципиальным человеком Конечно Это было сказано От души И мне радостно Что он назывался Так о своих коллегах И Джордж Гершвин Прозвучит в исполнении Юлии Васильевой 14 февраля В Англиканской церкви В 19.00 Концерт Посвящённый Дню всех влюблённых И Саммертайм В котором она Так удачно выступила На одном из конкурсов Прозвучит версия Для сопрано Саксофона И органа А что у нас Помимо этого На этой неделе До 14 февраля 8 февраля В Домском соборе Самое популярное Сочинение 20 века Но конечно же Не 20 Эпоха барокко Антонио Вивальди Композитор Который был забыт Сразу Как только умер Канул в лету И его творчество Вы только Друзья подумайте Только в 1930 году Его творчество Было открыто Итальянским музыковедом И вновь стали Исполнять его произведения 1930 год Потому что Видимо на тот момент Когда он писал Свои произведения Это было популярной музыкой Очень популярной Популярная музыка Того времени Отыграли и забыли Что называется Оказывается Да А вот Иоганн Себастьян Бах Кстати Оценил творчество Антонио Вивальди И сделал приложение Для органа И не подписал Что это Антонио Вивальди И долгое время Считалось Что творчество Иоганна Себастьяна Баха Просто не очень типичное Но История восторжествовала И в 1930 году Произведения Наконец-то Обрели Своего слушателя И конечно же Времена года Это самый популярный цикл Антонио Вивальди И исполнит его Минский оркестр Олимпия Классик Дирижер Михаил Снитко Это выпускник Московской Консерватории И белорусской И очень успешный Такой можно сказать Музыкальный делец И собрал В этом оркестре Лауреатов Дипломантов Международных конкурсов И ездил с ним С этим оркестром По Европе И в частности Уже наверное Третий раз Даст вот этот концерт В Домском соборе Времена года И солировать будет На виолончели Михаил Самсонов А на скрипке Павел Батян Потрясающие музыканты И по-моему Очень интересный концерт Конечно Времена года Можно слушать всегда И наверное Каждый день Эта музыка Которая радует И знаете Как-то общалась Еще с Юрием Савкиным С моим Еще одним партнером По дуэтам Так же как с Юлией Васильевой И он сказал Вот мы ехали Как-то в автобусе И там был Очень удивительный Водитель Который Сначала поставил Музыку Баха И мы ехали Из Риги В Ли и Паю Мы слушали И грузились Слушали И грузились Потом на полпути Он все-таки Переключил Поставил Вивальди И всем стало Очень хорошо Радостно Он говорит Все-таки Вивальди Да, это музыка Солнечная Жизнерадостная Которая также подходит И Которую Можно назвать Фоновой музыкой А музыка Баха Это конечно Музыка Которая Более серьезная А вот Юль Для вас Вы кстати Тоже уже Исполняете И Вивальди И немножко Баха Да, благодаря вам Я люблю вас Приглашать на свои концерты И исполнять вместе с вами А вот все-таки Есть например В планах Исполнить Светские Кантаты Баха То есть Ну религиозные Конечно Может быть Это другой Вот например Кантаты Кофейные кантаты Это абсолютно Светская музыка И там же фактически Как оперные арии Да И собственно говоря Еще В студенчестве Когда-то Частично Этот материал освоен Но как-то пока что Не было предложений Елена Это Ну вот надо исправить В этом году Я опять конечно устраиваю Год Баха Мой любимый композитор Ему 21 марта Исполнится 335 лет Кофейные кантаты Это светское мероприятие Светская кантата Простите Какое же мероприятие Написано для сопрано Баса Тенора И небольшого струнного ансамбля И бас-контину Бас-контину может исполнять И орган И клавесинчик Вот И очень красивая музыка Он написал Он написал Он написал ее якобы Для кофейни Которая находилась Напротив Церкви Церкви Святого Фомы В которой Служил последние 25 лет Своей жизни Неоганн Себастьян Бах И В этой кофейни Устраивались музыкальные вечера И как будто Именно для этих вечеров Он написал эту кантату Музыка потрясающая Конечно ее нужно исполнить И мы Это обязательно сделаем Пригласим на кофе Да Пригласим всех на кофе И тем более Кстати здесь В Риге Есть замечательная Кофейная кантата Которая У которых Потрясающие чаи Кофе И вот Может быть Совместно Какой-то проект сделаем Это интересно Это мне только сейчас Пришла мысль в голову Но кстати 8 февраля У нас В большой гильдии Вступает гениальный Андрей Осокин Который Концерт посвящен Людвигу Ивану Бетховену В этом году Тоже Юбилейная дата Но помимо Бетховена Там будет Всполнено Сочинение Моцарта Шумана Ну и конечно Я думаю Билеты как всегда Уже все распроданы Андрей Осокин Это уже бренд Как это бренд Да И так же Как Большая звезда И чего я желаю Так же Стать большой звездой Нашей гость Сегодняшней Юлии Васильевой Оперные певцы К сожалению Часто Или становятся Прям такими Яркими звездами И о них все говорят Как например Там Анна Нетребко Да То есть Чили Барт Или становятся Известными На весь мир Вот А бывает Такое Что Потрясающие музыканты Потрясающе Исполняют Свою партию Но вот Нет такой Звездности И конечно Мне кажется Что вот Наши сегодняшние гости Достоины Того Чтобы стать Звездой И достойны Украшать Обложки Модных журналов И прочего Да 10 февраля В доме конгрессов Фестиваль Музыки Штрауса Не Рихард Штраус А Иоганн Штраус Конечно же Иоганн Штраус И его знаменитые вальсы В исполнении Венского оркестра В доме конгрессов 10 февраля Такая вот К сожалению Небольшая афиша На этой неделе Концертов немного Но тем не менее Друзья Всегда можно выбрать Куда сходить По средам Можно После нашей передачи Сразу отправиться В англиканскую церковь В 13 часов Там например Проводятся Благотворительные концерты Органной музыки Выступают студенты И Ну не всегда Часто и профессионалы Органисты А студенты Латвийской академии музыки И там можно послушать Органную музыку За пожертвование Также концерты За пожертвование Органной музыки Проводятся В старой гертруде Каждую Первую субботу И последнюю субботу Эти концерты Проводит замечательная Кристина Адамайте Вообще Орган В этом месяце Послушать можно Достаточно редко Потому что Орган Домского собора Ежегодно В феврале и в марте Закрывают на реставрацию На ремонт А тем не менее Концерты продолжаются И вот Наши концерты С июля Стоят с 4 14 февраля Алтарная часть Будет украшена Свечами Будет Прям настоящий Романтик Ангеликанская церковь Этому позволяет То есть не каждая церковь Настолько демократична Чтобы Пустите Исполняйте Джазовую музыку И вот такие Но тем не менее У нас в гостях Была прекрасная Певица Сопрано Солистка Латвийского Оперного театра Юлия Васильева Дорогие друзья Приходите на концерты Классической музыки На мой взгляд Музыка Облагораживает человека Слушайте Классическую музыку До новых встреч Пока